Турции заявили о необходимости прекращения огня в Украине. Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что пришло время для этого. По его словам, речь не идет о признании российской оккупации украинских территорий, говорится в соцсети X-дипломата. Прекращение огня не означает признание оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны. При этом он указал, что в Турции считают, что настало время отделить вопросы признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня. В то же время президент Турции Раджа Пардоган предлагает Украине и РФ возобновить мирные переговоры в Стамбуле. Об этом он заявил 28 февраля в видеообращении к участникам саммита Украина-Юго-Восточная Европа. При этом турецкий лидер заявил о принципиальной поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского и возобновлении зерновой инициативы. Кроме того, Пекин также пытается усадить стороны за стол переговоров. Для этого Москву посетил спецпредставитель Китая Лихуэй. Как сообщает Reuters и китайские СМИ, дипломат приехал в субботу 2 марта и встретился с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным. По сообщению российского МИДа, стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Также в МИД РФ заявили, что ультимативные требования к Москве и диалоговые форматы, которые предлагают Украина и страны Запада, только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой. Как сообщал Униан, Украину Лихуэй также посетит в начале марта. Ожидается, что дипломатическое турне спецпредставителя Китая охватит также Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Объясняя цель этой поездки, спикер китайского МИДа Мао Нин отметила, что затягивание украинского кризиса не отвечает интересам международного сообщества. В то же время украинская позиция по переговорам остается неизменной. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос переговоров с Россией будет рассматриваться после вывода оккупационных войск РФ с территории Украины. При этом в Киеве опасаются, что Москва использует прекращение огня на фронте для пополнения и усиления войск для дальнейших атак.